друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы будем с вами готовить макароны и это будут не просто макароны а паста с грушей и беконом очень вкусно и не забудьте подписаться чтобы не потерять классный рецепт нам понадобится макароны лучше всего брать не спагетти а вот такие вот короткие бекон груша немного соли сливочное масло сухой чеснок лук и сыр первым делом нам нужно с вами сварить макароны для этого мы наливаем в кастрюлю воду кстати воду лучше брать не из-под крана а фильтрованную или бутилированную немножко ее солим и ставим на плиту доводим до кипения теперь мы берем грушу лук и нарезаем их на кубики грушу с луком нарезали теперь берем сыр и натираем его на терке лучше всего конечно брать пармезан но в принципе можно купить любой твердый сыр помните две недели назад во время съемок рецепта салата с кабачками я вам показывала алмак плюс и обещала поделиться отзывом после тестирования сейчас покажу как он работает мы как раз делаем его после съемок рецептов потому что я долго стою наклонив голову вниз когда готовлю а Женя долго стоит на ногах пока снимает он вот такой небольшой и компактный я его делаю для шеи а Женя для спины и коленей ну он же баскетболист поэтому суставы это его частая проблема мы даже шутим что у нас как санаторий только никуда ходить не надо сейчас покажу как все это выглядит я даже не достаю магниты из чехла располагаю магниты по специальной схеме в данном случае надеваю на шею как воротник но можно делать и по другой схеме например лежа включая прибор в розетку и нажимаю кнопку и все сижу отдыхаю могу даже продолжить готовить ну например что-то нарезать удобно что магниты работают через одежду и никакой специальной подготовки не требуется а еще у меня был перелом в голеностопе поэтому для ноги я тоже его делаю здесь три разных режима мне больше подходит второй вообще схемы есть разные перед использованием нужно их изучить ну например как располагать магниты и на каком режиме делать и обязательно нужно проконсультироваться со специалистом ссылочку на прибор оставлю в описании к видео если кому интересно можно будет почитать о нем подробнее а мы продолжаем готовить вернемся к рецепту нам сейчас с вами нужно сварить макароны потому что вода уже закипела и пожарить грушу лук и бекон поэтому мы растапливаем сковородки сливочное масло когда масло начнет шипеть отправляем сковородку лук обжариваем его и затем туда же добавляем груши макароны кидаем в кипящую воду и варим по инструкции нужно обязательно посмотреть что написано на пачке с макаронами потому что паста бывает разная на моих макаронах написано что их нужно варить 5 минут бывают такие макароны которые нужно варить 10 пока у нас варятся макароны а лук с грушей обжаривается мы с вами на второй сковородке обжарим бекон обратите внимание что жарить бекон нужно без масла макароны у нас готовы бекон тоже поджарился даже слегка пережарился теперь у нас груши с луком стоят еще на плите мы добавляем к ним сухой чеснок половину натертого сыра вторую половину сыра оставляем для посыпки готовой пасты теперь это все перемешиваем и в принципе можно уже добавлять бекон и макароны но я очень люблю сливки поэтому я решила добавить немного сливок это делать не обязательно теперь в сковородку отправляем бекон и макароны перемешиваем и готовим все вместе примерно пару минут все хочу отдельно сказать про бекон бекон можно жарить по-разному можно слегка его подсушить обычные готовы так или сделать хрустящим но тогда он будет у вас такой вот слегка пригоревший но зато будет хрустеть во рту здесь каждый выбирает то что ему нравится ну все наша паста готова теперь раскладываем ее по тарелкам посыпаем оставшиеся половины сыра и наслаждаемся приятного вам аппетита